Субтитры создавал DimaTorzok Почему мы с тобой расстались? Тебе не устраивало то, что я тусуюсь? Да нет, ты знаешь, я в принципе могу простить все, я такой человек, если правильно об этом попросить, но только к ней не внимание Ну если ты просто требуешь очень много внимания Я не требую очень много внимания Ну очень, ты человек, которому нужно каждый день с тобой видеться, общаться, звонить каждый час Ну иногда мне что-то очень важное нужно, задать вопрос, а ты не берешь трубку А если меня насиловать будут в подъезде, а ты не возьмешь трубку в этот момент Блин, да много причин, наверное последнее было именно то, что... Что-то сны, бухла у вас маловато? Или вы подольете? А, ну вот, еще то, что перебивает человек постоянно Мнение только твое, моего мнения не существует и все, что я говорю, это бред Это в силу возраста, я так думаю В какую в силу возраста? Потому что я тебе старше С маленькой девочкой переросла резко в очень взрослую и, не знаю, самодостаточную барышню А ты так думаешь, хотя это вообще не так А как? Ну что-то там у тебя случилось, не знаю, на работе, с чем тебе угодно, ты сразу звонишь, алё Просто рассказывай тебе Наш канал закрыли Что твои друзья и родители думают обо мне? О боже Ну мама моя сначала тебя очень не любила Ненавидела вообще меня Ну да Мама такая с порога заряжает, ну ты знаешь, тебя тут никто не любит Не хочу затрагивать тему даже подруг В априори не хочу о них говорить Родители относятся и относились очень классно Друзья все, честно говоря, по-разному Это зависимо от настроения просто Даша, когда на какой-то тусовке или когда что-то выпьет Она думает, что она богиня танцпола, дискотека В связи с этим были конфликты, очень часто и с моими друзьями Да не было с этим конфликтов У меня какой-то был момент, когда я просто во всем, что происходит, винила именно твоих друзей, а не тебя Я считала, что это ты подпадаешь под их влияние Вот Где-то примерно год назад все время на отрез отказывалась видеться с моими друзьями Вот только либо мы вдвоем Либо вообще не видимся Ну я чувствовала себя некомфортно Ты знаешь, что у нас идиотские шутки Ну хорошо, но к этому нужно привыкнуть К этому с порога не молодец Конечно, нет, это все гон, пацаны, это не правда Такого не было Вспомни нашу первую встречу, какое было твое первое впечатление обо мне? Это была наша вечеринка Это была в школе Первый раз мы встретились в школе Мы общались тогда Ну ты же тогда первый раз меня увидел Первый раз я видел, да Ну прикольная такая малолеточка Симпатичная Если ты была раньше простой, хорошей девочкой С которой вот мне просто Если тусоваться и висеть То вот с такими, как ты сейчас Ну я типа испугалась Потому что мне сколько было тогда? 14 лет А ты мне сказал Какая кошечка Ну тогда через два года Ты мне написал, да и написал Мне вообще было все равно Я так к тебе относилась тогда Ну конечно я тебя узнала получше, но Но все равно я к тебе нормально отношусь Просто знаю, что ты долб*** Тогда не знала этого Спасибо Погнали Что тебе больше всего нравилось в наших отношениях? Так ну же Ну весело мне было с тобой, комфортно, уютно там За три года просто весело, комфортно и уютно? Ну нет, ну для меня важно, чтобы было весело с человеком Если он будет каким-то ну Это абсурдно, но у тебя есть какие-то более абсурдные? Да конечно, но может ты не будешь меня перебивать и я договорю? Ну конечно мне нравилось, как мы путешествуем, там ездим куда-то Мне очень нравилось, когда ты меня со школы забирал Нравилось в отношениях то, что она была очень заботливая, она была всегда рядом Она не висела, не тусовалась, не гуляла Но потом со временем подружки, тусовки Выросла, повзрослела и Ну могу раз в месяц туда пойти со своими подругами То, что я тусуюсь крайне редко Крайне редко ты тусуешься? Пятница, суббота, воскресенье Каждую неделю это крайне редко Выпить с друзьями пацаны в барбершопе Рома Типа и пойти домой спать, это что? Нормально я повисела, это тусовка там где нет тёлок Ну да, но только ты мне каждый раз говорила, что там нету тёлок А потом заходила на инстаграм этих тёлок И у них у всех истории Ну хорошо, но у меня есть друзья, логично, у которых нет девушек И они могут звать себе Ну так можно просто об этом позвонить и сказать Что хорошо, окей, ты мне это миллион раз говорил хорошо, окей Но я готов признать то, что я допустим не прав Ты упёртый баран, который будет всегда говорить вот так, 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 и я права Сколько времени тебе понадобилось, чтобы нас забыть И что ты делал, чтобы это пережить? Ну если мы здесь, то наверное я не забыл тебя до сих пор Я не делал для этого ничего, потому что В принципе это был неплохой опыт, это было круто И я не считаю, что это нужно было забыть как-то Или расстроиться Ну было непривычно сначала без себя Ну конечно, я же лучше, что было в твоей жизни Ну да ты так думаешь Давай на Юзефар Ну давай, первые ножницы Походу я под**ал Ну и перед тем как расстаться, я долго думала об этом В принципе пришла к той мысли, что это нужно И в принципе мне было не очень плохо Плохо, когда мы расстались Оцени наш секс по десятибалльной шкале Восемь, ну потому что это неплохо Наверное нет, все-таки иногда это было супер круто Но это было очень редко, потому что три года Да и ты тут вообще в принципе ни в чем не виновата Это типа, оно становится как-то все типа скучно Это не дело типа не в девушке Ну просто секс типа С одним и тем же человеком на протяжении долгого времени Очень сильно будет Ну я бы тебе поставила, наверное, шесть-семь Шесть-семь? А почему? Ну ты знаешь почему? Потому что это был очень Недолгий секс Ну конечно, потому что мы с тобой три года подряд встречались Но поначалу это Что поначалу это было? Ты поначалу ко мне приходил и говорил, что давай Зовем со сексом и говорю, что не нужно Моя мама в магазин, она сейчас вернется А ты мне говорила, что даже если она с собакой пойдет, мы все равно успеем А можно просто это не вставлять, пацаны, я вас прошу? Это просто единственная из всех девушек, которые хейтят секс со мной Да я не хейчу секс с тобой, у меня было два половых партнера Мы бывший парень и ты Мне не с чем сравнивать с тобой Ну конечно, да, по сравнению с ним ты был лучше, но просто это... Нет А вот, ну просто это было очень недолго и... Да ну хватит это повторять Я походу покраснел, да, немножко? Не, не покраснел Ты когда-нибудь изменял мне? Если да, то почему? Я не буду отвечать Почему? Потому что Так я же знаю, что да Ну все Не, но говорил, что изменяет мне, потому что я ему мозг и он длится на меня и хочет пойти изменить Да, большая причина это три года отношений, типа и через год... А да, и в первые полгода, в первый год, в первые два года... А кто это был в первые полгода? Сказать имя? Полгода? Да Нет, имя не надо говорить, можно только на ушко Я это вставят в эфир Да не вставят, ну и вставят Привет Хуяец, что пришел Ехали с человеком сюда, понимаете? Ехали с человеком сюда, говорят, давай только жестко на друга не п***ть У меня самый главный вопрос к тем тёлкам, которые улыбаются мне мило в лицо, смеются, учатся со мной в одной школе, а потом путся с тобой А для чего это? Девчонки Они думают, что если ты их п***ешь, то они займут моё место, ну нет, не займёте, вам нужно было родиться со мной, чтобы занять моё место, этого не произойдёт Я, да, прощала, потому что я тогда была маленькая, глупенькая, мне было легче простить и быть с ним, нежели расстаться и переживать это всё, мне было... А у человека есть чудесный список на телефоне, куда он записывает всех, кого он п***ал Или просто человек чудесно лазит в чужие телефоны, п***дит пароли от телефона, п***дит пароль от инстаграма, всё читает, все переписки, потом плачет, потом говорит, а зачем я это читала, лучше бы это не читала И все три года она продолжала это делать Я не делала этого в последний год, я делала это в первые полтора года наших отношений, потом я этого не делала Что в своём понимании измена? Во время отношений Я ни с кем не встречался за всё это время С ней он и ты не встречался, ну так хорошо, ну так ничего, что... Так а ты первая, ты первая начала завела отношения Хорошо, но ты тогда тоже с Барби встречался Ты первая завела отношения, п***дь, с Типом, которого я знал, с которым я живу на одном районе, п***дь, и ты начала с ним встречаться, это просто п***дь Да это за шквар, что хорошего, п***дь Мне было тогда 16 лет Нет, тебе было тогда уже 17 лет 18, это такая разница Я перед тобой миллион раз обменилась и сказала, что я была тогда неправа Ну хорошо, давай так, всё время, когда мы встречались, ты гуляла с Типом, ты висела с Типом Что, с Вовой? Один раз я погуляла С каким Вовой? Ты гуляла с Типом и что ты сейчас на камеру тупо сидишь и п***дишь? Хорошо, скажи мне немножко Да я не буду тебе говорить, ты знаешь, кто это Только мне тогда было 17 лет, а тебе 23 Ну человек... 6 лет разницы Ты просто меня тупо ебала, я ушёл к другой, ну, девушке, всё Не изменился, я расстался с тобой и пошёл встречаться с ней Это абсолютно две разные вещи Ну так, и я тогда рассталась с тобой и пошла гулять с ним, это не измена Хорошо, ты просто сидишь, чтобы меня в тупую п***дь камеру Зная то, что за тобой есть очень много боков Так я этого не скрываю, да, ну я делала это, когда мне было 17 лет Потому что я хотела отвлечься от тебя, переключиться на кого-то другого Вернулась к тебе, мы помирились там, всё и всё хорошо Просто встречались ещё после этого Я не могу уже это слушать, пацаны Что во мне бесило больше всего? Ты патологически вру Тебе даже, ну, не нужна какая-то дебильная причина Но тебе всё равно нужно хотя бы в раз в день что-то непонятное навалить Такого не было, блядь, никогда ты сюда перекручиваешь какие-то, блядь, истории мои Вот когда ты в компании, ты начинаешь жёстко в***бываться Ты хочешь показаться п***датой То есть мне для этого не надо делать ничего абсолютно Потому что я, в принципе, ну, и так Я, в принципе, и так нормальный, адекватный тип А тебе, как ущербной малолетке, нужно было, как всегда, типа Так а чего ж ты тогда на меня посмотрел? Потому что ты была маленькой, хорошей девочкой, домашней Человек абсолютно ничем не занимается, нет никаких увлечений Это человек засунь свой нос куда не надо Это человек засунь свои пять копеек Она пишет, звонит Ей абсолютно п***датой, чем я занят Ей это неинтересно Вот если ты будешь встречаться с Дариной в дальнейшем У тебя не будет абсолютно своего свободного времени Тебе нужно много внимания от всех От мамы, от подруг Даже от моих друзей Я экстраверт, я общительный человек Это п***ц, прости Почему твоя мама меня недолюбливала? Моя мама, ну, как бы, увидела Инстаграм Эльдара Там у него всякие были фотографии Там, где он девчонок за сиськи держит За попки, за писки Ну, и вероятно, ей это не понравилось Она думала, что я буду просто такой, ну, очередной И ненадолго Ну, Даша, сказать прямо, свинтус Она раскидывает свои вещи, носки Не моет за собой никогда посуду И считает, что ей должны все прислуживать И мыть за ней тарелку И выносить бэнеки, которые валяются просто под подушкой Ну, я зачем ты п***дишь? Я всегда бэнеки собирала в кучу и выкидывала Да, тарелки не мыла Всегда? Всегда, это последние полгода Всегда Не мыла У нас тогда Айкоса не было Ты хотела бы за что-нибудь извиниться? Ну, да, я бы, наверное, хотела извиниться за телефонный терроризм И за мое недоверие к тебе Ведь не всегда оно было оправдано Я тоже бы хотел бы извиниться перед тобой За неоправданные измены И за то, что заставляло тебя переживать, нервничать Что ты хотел попробовать со мной и не пробовал? Наверное, мы только не женились Все Все основные свои пробовал, что я не пробовал, блин Ну, мы не жили вместе Ну, блядь, ты элементарно не готовишь, не убираешь Если бы мы съехались, ты бы все равно это не делала Это дело, но мне бы нужно было бы что-то есть Плюс у меня дома гигантская собака Которую тоже нужно убирать Ну, это ж твоя собака Ну, я понял, да Ну, типа, ты девушка должна хотя бы элементарно Не должна, но, блядь, ты должна хотя бы иметь желание Приготовить мне какой-то завтрак Ну, так логично Я же тоже буду это есть Логично, я бы это готова была Вынести тарелки из комнаты На кухне и помыть Посудомойку? Помыть посуду, блядь Это не трудно Ну, почему нет, нельзя купить посудомойку Ну, я женщина не посудомойка В принципе, ну, если Типа, у тебя раньше не было работы Ты, в принципе, вообще ничего не делала Чем ты занята? Потому что ты не можешь помыть две тарелки, блядь Можешь мне объяснить? Ну, маникюр испортится Мы могли бы когда-нибудь снова стать парой? Ну, думаю, да, когда-нибудь могли бы Это не так просто, как вам кажется, я вам честно говорю Это длинная и трудная проделанная работа Которая потом просто херится, и ты такой Ну, понятно Ты все еще любишь меня? Это прекрасное чувство Я просто никого не любил после тебя Поэтапно, то, наверное, глубоко где-то там То, скорее всего, да Ну, вот я мог бы просто, ну, типа Если бы какой-то человек заменил бы тебя Ну, да Я бы полюбил бы Тогда я бы не мог тебя уже любить А так у меня не было никаких Серьезных отношений И какие-то чувства, скорее всего, остались Это же не просто так Ебаные три года Это работа Это работа Ты могла бы посылать меня в губы? Ну, могла бы, но не хочу Давай просто возьмем друг другу руки Давай еще очень подсылайся Давай просто возьмем друг другу руки И выпьем с тобой напоследок Давай Это был последний вопрос? Спасибо, пацаны У меня было очень приятно Это Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok